Восемь утра. Навигаторы пестрят красным, что означает город стоит в пробках. Водителю такси Сергею Ходенкову от опаздывающих клиентов поступает только одна просьба. Ехать быстрее. Ну куда деться? Впрочем, некоторые и так выходят из ситуации. А вот, видите, все по трамвайным. И все начинают потом перестраиваться. Не останавливает автомобилистов здесь даже знак, запрещающий ехать по трамвайным путям. В результате улицы советской армии, особенно в часы пик, в пробке. Здесь советская армия. Я думаю, необходимо камеры поставить на трамвайные пути, чтобы народ, так называемый знак кирпич, не нарушал. Тем самым, потому что они, выезжая, опять же, при перестроении создают аварийную ситуацию. Во-вторых, при перестроении создают как раз тоже пробку. Традиционно самые проблемные в этом плане участки автодорог на Павловском тракте, Ленточном бару, проспекте строителей, на Челюскинцев и на Калинина. К тому же в этом году усложнил ситуацию перекрытой на реконструкцию мост на новом рынке. На одну магистраль, что соединяет спальные районы с центром, стало меньше. Дороги перегружены, говорят эксперты, в том числе и за переизбытка автомобилей, в которых нередко ездит по одному человеку. А потому, отмечают властям, нужно развивать общественный транспорт. В техническом университете предлагают перенять опыт москвичей, сделать парковки платными. Основной у нас поток – это дом-работа, работа-дом. И поэтому, когда люди приезжают на работу, они, соответственно, оставляют автомашины около работы. И если, скажем, не запретить, а увеличить стоимость владения автомобилем, за счет того, что у нас будет, они будут тратить деньги на парковку, то, соответственно, могут задумываться о том, чтобы либо пересесть на общественный транспорт, либо с кем-нибудь скооперироваться. Но сейчас все готовятся к худшему. Впереди снег и гололед. А ведь незначительные осадки в начале этой недели уже привели к девятибальным пробкам. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.